Это подкаст Сергенты Дорогие друзья, снова здравствуйте, с вами Сергей Кумов, я технический эксперт по овощным культурам В прошлый раз мы обсуждали донсовый гнилилук Это непростое грибное заболевание, но правильно построенная система защиты Дает свой эффект и можно уйти от этого заболевания в процессе хранения А что делать, если патоген это бактерия, а не гриб И фунгицидная система здесь абсолютно бессильна Потери урожайности от мокрой бактериальной гнили попросту бактериозы могут достигать до 20-25% Это тоже очень ощутимо И такие луковицы, попадая в склад, резко портят нам товарное качество Как это все происходит в поле, как мы понимаем, что наш лук заболел бактериозом Представьте, вторая половина вегетации Лук достигает пика своего развития относительно вегетативной массы Луковица к луковице, пирог к перу Мы видим перед собой такую плотную зеленую стену Как вы думаете, насколько хорошо этот лук вентилируется? Ну как минимум, вентиляция слабая А скорее всего, ее там практически нет То есть воздух стоит Помимо этого идет активный полив В этот момент нельзя остановить поливать лук Иначе есть такое выражение Лук сядет на головку И дальнейшие какие-либо попытки его раскачать Они будут безуспешны То есть мы сразу начинаем терять в будущем урожай В итоге мы обильно поливаем Повышенная температура Повышенная влажность Возникает парниковый эффект Это идеальные условия для развития бактерий Бактерия есть всегда Она есть в почве Она есть в поливной воде И если еще в этот момент перо лука повреждено Табачный трипс Солнечный ожог Прошел град Либо это альтернариоз поломал нам луковое перо То бактерия легко этим воспользуется И обязательно зайдет Потом Что происходит с луком Он начинает увядать Листья лука В буквальном смысле слова Падают на почву Мы берем эту луковицу Смотрим на нее Визуально она целая Ну как будто здоровая Даже есть корневая система Но если сделать продольный разрез То внутри сердцевина будет иметь Такую ослезненную структуру И либо желтую Либо желто-коричневый цвет И будет резкий запах Вы его ни с чем не перепутаете Как можно уйти от этой проблемы К сожалению полностью уйти от бактериоза невозможно Так как я повторюсь Бактерия есть везде И в поливной воде В почве Она разносится с помощью ветра Капельной жидкой влаги Это часть природы Но снизить потери Можно Первое Это сохранить Перо лука здоровым То есть Проконтролировать Табачного трипса Если его Не слишком много Перо лука остается здоровым Меньше повреждений То есть бактерии Очень сложно проникнуть В здоровую клетку Это естественный барьер Дальше Это контроль переноспороза И альтернариоза Как я и говорил При сильном развитии Альтернарий Перо лука может переломиться Возникает большая Открытая рана Ну конечно туда зайдет бактерия И в течение сезона Особенно в середине вегетации Необходимо использовать препараты Которые содержат в себе Медь Дело в том Что медь это Универсальный фунгицид И он действует Как и на Грибную природу Так и на бактериальную Но не вся медь Одинаковая Нашим решением Из нашего пакета Будет Ридамил Голд За счет своей формуляции Медь Планомерно Качественно Обволакивает Листовые пластины Лука И не оставляет Окна Окна в которые Может зайти бактерия Таким образом Ридамил Голд Р работает не только Против альтернариоза И переноспороза Лука Но и оказывает Действие На бактериальную Инфекцию Выполнив все Эти условия Сохранив перо Лука здоровым Проконтролировав Вредители Особенно Табачного Трипса Обезопасив Лук от переноспороза И альтернариоза И включив Систему защиты Фунгициды Которые содержат В себе Медь Каким является Ридамил Голд Р Мы можем Снизить Бактериальную Инфекцию И сохранить Наш будущий Урожай Уважаемые друзья С вами был Сергей Кумов Технический эксперт По овощным культурам Сегодня мы поговорили О бактериальной Природе патогенов Это Мокрая Бактериальная Гниль Простонародий Бактериоз В следующем выпуске Мы сменим тематику И поговорим О вредных насекомых До новых встреч Это подкаст Сингент